Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы веры» В студии я, Инна Скоробогатова и священник Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, матушка Инна! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благословение Божие да пребывает со всеми вами! Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, говорит Господь Иисус Христос своим ученикам. Тема сегодняшней нашей передачи – «Церковные таинства». Батюшка, расскажите нам глубокий смысл главного христианского таинства – Святой Евхаристии. Матушка Инна, это действительно вопрос очень серьезный, и я боюсь, что в рамках одной передачи мы просто не уложимся. Ну, и хотелось бы с вами посоветоваться, а в каких рамках тогда мы будем отвечать? Для искушенного уже, скажем так, воцерковленного зрителя, или же мы будем с вами ориентироваться на более широкую аудиторию? Потому что про Евхаристию можно говорить бесконечно. Батюшка, я думаю, для более широкой аудитории. Ну, тогда, я думаю, будет не лишним напомнить, что это таинство установил сам Господь накануне своего крестного подвига, накануне, в ту ночь, когда его, собственно, потом и предал Иуда, один из двенадцати учеников, когда он собрал всех своих ближайших учеников из числа двенадцати на тайне вечера, и после того, как он благословил и преломил хлеб и сказал «Сеясь тело мое, ежезавы ломимое», и опять же благословив чашу по вечере «Сеясь кровь моя нового завета, ежезавы за многие изливаемые в оставление грехов». И вот эти слова до сих пор на всех литургиях, причем не только православных, а во всех тех церквях, которые сохранили апостольское преемство, в тех церквях, которые уже исторически были основаны самими апостолами, исторически сложились. То есть не протестантское сообщество, а действительно христиане и древневосточные, такие как копты, армяне, дохалгидониты, католики, да и, пожалуй, лютеран, все это сохранилось в их чине литургии или мессы. То есть вот эти слова Господня об установлении этого таинства начинаются еще с земного служения Спасителя. И он и говорит «Сея творите в мои воспоминания о том, что причащаясь, то есть приобщаясь вот этого божественного тела под видом хлеба и божественной крови под видом вина, человек становится сопричастным к божеству Иисуса Христа». И это таинство, вы правильно говорите, Матушка Инна, это одно из основополагающих. И для того, чтобы стать причастником этих таинств, необходимо два предварительных таинства. Это крещение, надеюсь, мы в рамках передачи об этом обязательно коснемся, и миропомазание. То есть нужно войти в церковь, и так же, как за рождением сразу следует жизнь, так же и за крещением сразу следует таинство миропомазания, когда даются все необходимые дары для духовной жизни человека. И здесь, мне кажется, уместна медицинская аналогия. То есть если больному человеку для того, чтобы кровь у него заражена каким-то недугом, чтобы поддержать его жизнь, необходимо переливание здоровой крови. Вот так и нам, заражённым грехом, нужна божественная кровь, переливание божественной крови в нас, грешных людей, для того, чтобы мы не погибли окончательно. И так же, как людям пересаживают здоровые органы, так и мы вкушаем тело Христово для того, чтобы поддержать и наше естество, фактическую, физическую природу, человеку, которая тоже искажена грехом. И сам Господь говорит, кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, тот не будет иметь жизни вечной. Для того, чтобы иметь эту жизнь, для этого и установлено это величайшее таинство. Батюшка, а почему священник иногда может и не допустить нас до святого причастия? Это очень хороший вопрос, матушка. И здесь, я думаю, что если мы даже к самому очень напоследованию исповеди обратимся, а в русской традиции эти два таинства для мирян взаимоувязаны, так уж получилось исторически, не будем отвлекаться на эту тему. Но, тем не менее, там сказано, что если человек не послушается священника или уйдёт к другому, которого всё-таки допустят, то такое причастие приравнивается к тому, что сделал Иуда. Он ведь, собственно, принял этот преломлённый хлеб из рук самого Спасителя. То есть он причастился из рук Спасителя. И, тем не менее, сатана вошёл в сердце его, и дальше получились те ужасные, страшные события, после которых Иуда удавился, и апостол Пётр в деяниях пишет, что даже внутренности его рассыпались на землю, видимо, для назидания о живущем. И поэтому, чтобы не уподобляться этому предателю, священник, если видит недостаточную подготовку с духовной точки зрения, когда причастие принесёт не пользу, а, наоборот, повредит, получается, не из-за того, что само причастие там, не дай Бог, прости Господи, испорчено или что-то, а человек, просто прикасаясь к этому божественному огню, может просто-напросто в нём сгореть. Вот чтобы этого не произошло, он указывает на то, что необходимо исправить, и тогда человек достойно соединяется божественного тела и крови в таинстве причастия. И сам апостол Павел об этом пишет в Писаниях. Вы поэтому много болеете и умираете, потому что не рассуждаете о теле и крови Христовом в своих посланиях. Батюшка, исповедь – это покаяние или благословение на причастие? Вот в предыдущем вопросе я и говорил, что так исторически сложилось, что для мирян эти два таинства оказались неразрывно связаны. Конечно же, исповедование своих грехов – это всё, что связано с греческим словом метанои, перемена ума. То есть, когда человек настолько возненавидит грех, что об этом сообщит священнику, попросит прощения у Бога и попросит священника помолиться, чтобы Господь этот грех оставил. Вот что в чистом виде это таинство означает. Когда с сокрушением своим мы верим, что сокрушенное Господь сердце не уничтожит, по словам святого царя Давида, псалмопевца. И получилось уж так, что, наверное, в синодальный период, когда Пётр I отменил обязательные посты для госслужащих и военнослужащих, в России сложилась ситуация, когда для того, чтобы занимать определённую должность, он должен был подтвердить своё православное исповедание. Тогда были такие законы. А так как уже получалось, что если человек не соблюдал в течение года постов, чтобы его причастить, нужно было вводить компенсационный пост в течение недели или трёх дней, как сейчас уже обычно рекомендуют пастыре, для того, чтобы тот человек, который пришёл, потрудился ради причастия. И вот эта практика настолько вошла, что раз человек не живёт духовной жизнью, не постится, а значит, он и не исповедуется, как правило. И хотя бы перед причастием пусть он это сделает. Но потом это постепенно закрепилось настолько за вот этот весь синодальный период, то есть обязательно пост перед причастием, обязательно исповедь, что это стала нашей уже просто повсеместной традицией. Я ни в коем случае не призываю как-то пересмотреть её, потому что действительно она в некотором плане духовно очень полезна. Если я человека вижу в первый раз, то я хотя бы на исповеди могу спросить о его духовной жизни, чтобы не получилось так, что он недостойно причастился себе в осуждение. Но помнить о том, что это всё-таки наша, так скажем, русская или даже славянская особенность и традиция, об этом надо тоже помнить, потому что есть православная церковь, где практика немножко другая. И поэтому, когда наши паломники оказываются в других местах, их, конечно, это очень удивляет, почему они не видят вот той привычной картины. И после исповеди, конечно, всегда и должно испрашивать благословение у священника на причастие. И поэтому они могут и совместиться вот в нашем сознании. Поэтому я думаю, что здесь вот дело обстоит именно так. И надо просто поддерживать ту традицию, в которой мы родились, живём, и тем более, если она не противоречит, скажем так, основным законам духовно-нравственной христианской жизни. Уважаемые телезрители, мы ненадолго прервёмся на традиционную рубрику «Седмица», сразу после которой мы продолжим нашу беседу. В субботу 5 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил всеночные бдения в кафедральном соборном храме Успения Пресвятой Богородицы города Пензы. Владыке Вениамину сослужили протеерей Сергей Лоскутов, протеерей Вадим Ершов и ерей Владимир Скоробогатов и другие священнослужители Пензенской епархии. В завершении богослужения верующие с благоговением прикладывались к мощам святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, причисленного Русской Православной Церковью к лику святых в 2000 году, и чья память совершается 10 октября. В воскресенье 6 октября владыка Вениамин совершил чин великого освящения храма преподобного Пимена-Угрешского, который находится на территории Пензенского онкологического центра. После великого освящения митрополит Вениамин возглавил божественную литургию. По окончании богослужения к владыке Вениамину с благодарственным словом обратился настоятель храма протеерей Павел Матюшечкин. Ваше высокопреосвященство, дорогой владыка Вениамин, сегодня в жизни нашего прихода большие и значительные события. Сегодня вы освятили наш храм чином великого освящения. Благодарим вас, владыка, за молитву, за освящение нашего храма. Сегодня церковь наша обрела небесного покровителя, великого угодника Божия, преподобного и богоносного отца нашего Пимена-Угрешского. С архипастерским словом к верующим обратился митрополит Пензенский и Нижнеламовский Вениамин. Преподобный Пимен действительно очень дорог мне. Я ощущал его помощь, когда трудился в Николу-Угрешской обители. И сейчас я ему постоянно молюсь и ощущаю его благодатную помощь и укрепление. Надеюсь, что прихожане этого храма будут постоянно молиться ему, просить его помощи, поддержки, защиты и укрепления и будут получать благодать от Господа, исцеление душ и телес, укрепление веры. Вечером 6 октября в часовне во имя покровителя всех путешествующих святителя Николая Чудотворца, находящийся в здании железнодорожного вокзала Пинза, состоялся первый молебен. Его отслужили настоятель часовни протоиерей Иоанн Еворский и диакон Александр Кваченко. По окончании богослужения отец Иоанн поздравил молящихся с первым молебном и пожелал помощи Божией всем, отправляющимся в дорогу. Молебны будут совершаться в открывшейся часовне ежедневно в 8 часов вечера. Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Говорим мы сегодня о церковных таинствах. Батюшка, как не превратить нам исповедь в рутинную процедуру для галочки, лишь бы допустили до причастия? Это действительно проблема на определенном этапе духовной жизни. Как правило, человек, когда проходит период своего неофитства, он уже понимает, что без причастия в духовной жизни не может состояться. И бывает так, что его исповедь превращается в некую формальность, как бы пропуск на причастие. И с этим должен он с помощью Божией, с советом духовника, конечно же, бороться, как только себе заметит такое отступление от благочестия. Потому что формальная исповедь – это уже предмет для исповеди. Если он осознаёт своё состояние, он понимает, что он уже не может сокрушённо говорить о своих грехах, а уже как выдаёт определённый заготовленный текст, который буквально из месяца в месяц повторяется. – То здесь уже повод задуматься, что со мной что-то не так. И значит, нужны какие-то меры принимать в духовной жизни касательно его устройства, порядка жизненного, обычаев, молитвенного правила. Может быть, где-то есть вещи, которые нужно просто пересмотреть и обновить. Делается это всё по благословению своего духовника или того священника, у которого человек постоянно исповедуется или больше всех. То есть, как только человек за собой замечает такие вещи, это для него тревожный сигнал. Самодовольство – это действительно то состояние, которое сродни прелестей, из которого очень тяжело потом выйти. Тем более уже человек, как правило, считает себя начитанным и что-то знающим, и ему тяжело иногда даже увидеть за собой эту проблему. И задача священника деликатна, потому что здесь всё-таки в своей пастырской работе мы должны учитывать определённые психологические моменты устроения человеческой души, чтобы излишне не ранить, но тем не менее мягко, но настойчиво из этого состояния вывести. Ну и, конечно же, пастырь должен и за собой следить для того, чтобы потом вот эти тревожные звоночки видеть в других. Батюшка, а нужно ли нам прибегать к брошюрам «Краткая исповедь» или «Исповедь у духовника»? На каком-то этапе это просто необходимо. Я, как правило, благословляю или рекомендую, правильно, наверное, сказать, для тех, кто только-только делает первые шаги. Бывает так, что к священнику просто иногда страшно заговорить, но человек просто ещё не привык, не выцерковился. Вот на этом этапе это просто очень хорошее жизненное пособие. Они могут быть полезны, когда прошло какое-то время, просто время не от времени взять и почитать, не замылся ли глаз. Но пользоваться постоянно бумажными, скажем так, справками или бумажной исповедь, это, конечно, нельзя превращать в повседневные правила. То есть, вот как исповедь, человек просто садится и выписывает грехи. То, что хорошо первокласснику, уже для десятиклассника даже в школе не подходит. Надо двигаться дальше. И опять, если есть застой вот на этом этапе, то значит, что-то нужно в себе пересмотреть, изменить и возрастать в меру своего духовного возраста. Батюшка, некоторые священники требуют от своих прихожан письменную исповедь. Как к этому относиться? Ну, в данном случае на каждом приходе свой устав, и я ни в коем случае не претендую на то, чтобы со своим уставом влазить в чужую пастырскую работу. Но если это, опять же, должно быть с рассуждением, если священник видит, что к нему приходят люди недостаточно воцерковленные, и он от этого требует, то это, конечно, очень хорошо. А если это делается для экономии времени, например, ну, здесь, наверное, уже стоит задуматься, стоит ли на этом экономить время. Батюшка, некоторые люди считают таинством монашеский постриг, а Вы как считаете? Если сказать честно, то не знаю, потому что если строго по, в рамках догматического богословия, общепринятое количество таинств семь, и в это число монашеский постриг не входит. Но, однако, если мы посмотрим даже на само чинопоследование этого таинства, и там есть и чтение Евангелия, и даже разрешительная молитва от той прежней жизни тех грехов, которые человек оставляет и умирает для той жизни. И вот по этим признакам не считать это таинством, ну, тоже язык не поворачивается. Ведь сейчас уже полемизируется учение имена семи таинствов среди православных богословов, и есть мнение о том, что всё-таки это католическое заимствование, где вот этот западный дух юридизма, опять же, может быть и в хорошем ключе, где всё разложено по полочке, логически выверено, и вот такая попытка упорядочить все церковные таинства, среди них выделены семь главных, и вот эту мысль постепенно усвоил и православный Восток. А раньше мы можем найти у святых отцов в их творениях, которые считали тоже семь таинств, но других не те, которые приняты сейчас, или некоторое количество таинств увеличивали до девяти. И вот этот вопрос, он богословски спорный. Если отвечать в тех рамках, которых нас учат в семинаре, то, скорее всего, можно сказать, что это не является таинством. Но вот у меня, если говорить там внутренние какие-то убеждения, то что-то подсказывает, что просто сводить его к чинопоследованию, к обряду, тоже язык не поворочится, как, например, к малому чину освещения воды, потому что это же коренным образом менять человека качественно, в таинстве, даётся такая благодать, вот как, например, священство, о том, что человек после этого совершенно другой становится. И опять же, сравним с таинством венчания. Человек был один, после этого, как таинство, Господь даёт благодать в этом таинстве двум людям, и они уже совершенно другие. И вот рассуждая подобным образом, я бы уже так категорично не могу ответить на этот вопрос. То есть, есть школьный ответ, или, так скажем, семинарский выверенный. Но, тем не менее, многие вещи, они сейчас осмысливаются немножко по-другому. И я думаю, что всё-таки, как священник я молодой, у меня всего лишь год служения, и, может быть, уже изучая более плотно наши церковно-богословские науки, я уже сформирую для себя вот какое-то вполне определившееся мнение. Я благодарю вас, батюшка, за беседу. Я надеюсь, что в следующей передаче мы продолжим наш разговор. Со своей стороны, позвольте мне, матушка, выразить свою признательность за такую содержательную беседу, за ваши вопросы. И действительно, вопрос и разговор о церковных таинцах, он многогранный и достаточно глубокий. О нем можно поговорить и в следующих передачах. Надеюсь, что и нашим телезрителям тоже это понравится. Ну и, конечно же, как священник я постараюсь поделиться со своим опытом и с теми знаниями, которым Святая Церковь щедро дарит своим верным чадам. Дорогие телезрители, прислать интересующие вас вопросы вы можете на наш электронный адрес. До свидания, братья и сестры. До новых встреч с вопросами веры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова